Приветствую вас. Я думаю, что очень много зависит именно от времени, то есть от того, сколько времени вы планируете своего ребенка оставлять, на сколько времени вы планируете у ребенка оставлять. То есть, если речь идет исключительно о примерно часе, о часе или о двух, то в принципе ребенка можно оставить одного, я считаю, лет и пяти, и даже четырех, если он играет. Если он играет, если, к примеру, на нем памперсы чистые, чтобы, если что, он не испытывал здесь сам форта. На два часа его, в принципе, можно оставить. Одного в закрытой комнате, чтобы он играл, к примеру. Чтобы он не доберется все равно до выключателей, до этого всего, скорее всего. Ну и понятно, если в комнате нет розеток, как бы, открытых розеток. Да-да, то есть, если есть розетка, то лучше, конечно, не оставлять. Вот, либо можно как-то ребенка искусственно там ограничить, чтобы он не смог выйти там, вот, не смог выпрыгнуть там и так далее. Вот. То есть, тут не дуб не видится история такая, история такая, да. Вот. То есть, четыре-пять года, четыре-пять лет уже можно стараться, это ненадолго. Вот. Да, и в зависимости вот от того, как у вас все организовано. То есть, насколько безопасности, насколько безопасность у вас организована. Вот. В целом, посмотреть нужно исключительно по состоянию самого ребенка, по поведению, точнее, самого ребенка. Вот. То есть, если, если ребенок прекрасно обходится сам, да. То есть, если он там не привлекает к себе внимание. Вот. Если он прекрасно существует без, к примеру, без, к примеру, вас. Вот. Что его можно оставлять в этом возрасте. То есть, в том возрасте, когда он существует без вас. Когда он может без вас, да, провести один. Вот, в принципе, в четыре-пять лет ребенку уже можно объяснить, что вот этого лучше не делать, как бы, да, там предварительно будут какие-то, ну, какие-то научения. Элементы научения будут. Вот. Вот. Но, в пять лет современные дети уже, в принципе, вполне могут два часа посидеть одни. Вот. А если же на больше, если речь идет о больше трех часов, к примеру, четыре-пять часов, вот. То здесь, конечно, да. Здесь, конечно, действительно лучше не торопиться с этим. И оставлять ребенка на столько времени уже. Лишь в том случае, если он может, там, элементарно разогреть себе что-то поесть. Ну, вот. То есть, это уже предполагает большую степень взаимодействия с окружающим миром, в большей степень взаимодействия с какими-то предметами, вот, соответственно, как результат. Это угроза, повышенная угроза, вот, ребенку. И, соответственно, тут уже больше опасность, наверняка. Ну, больше опасность от того, что... Вот. 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 Поэтому на длительное время его оставлять лучше, действительно, после того, как он... пойдет, ну, там, как он уже достигнет достаточного возраста для того, чтобы иметь возможность справляться с какими-то простейшими и хозяйственными задачами. Вот. Значит, ну, по факту, по факту, вот, как бы, на моей практике, по крайней мере, наиболее приспособлены дети, которые в детском-детском саду находятся, да? Они наиболее адаптированы к такой, ну, самостоятельной жизни. Вот. Понятно, что не все, но, как правило, как правило, вот, они адаптированы, вот, но у них отсутствует, на мой взгляд, в полной мере, личностное развитие. Именно, именно, вот, в полной мере, личностное развитие отсюда. Такие дети больше приспособлены, но менее у них, вот, есть проявление личности. Вот. Грубо говоря, если ваш ребенок, ходил в садик, то больше шансов на то, что он сможет оставаться один на большее время. Если ребенок в садик не ходил, то, соответственно, меньше вариантов, меньше шансов. Вот. Ну, то есть, это произойдет, это произойдет, может быть, несколько позже, да, но зато более качественно. Вот. Единого какого-то решения универсального нет. Безусловно. Вот так, примерно, можно ответить вам на ваш вопрос, да, то есть, смотрите на время, смотрите именно на временной отрезок, то есть, на то, насколько вы собираетесь отставлять ребенка своего. Если это длительное время, то возраст все-таки, ну, не побольше. Вот. Если это небольшое время, то, в принципе, можно и в 5 лет. Вот. В 5 лет, мне кажется, наиболее оптимально. Вот. Ну, чтобы снизить риск какой-либо опасности. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Отлично. Отлично. Отлично.